Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Тяжёлая жизненная ситуация описывается, к сожалению, в данном случае, человеком. Я мать-одиночка, мне 22 года. Не знаю, стоит ли в моей ситуации получать высшее образование. У меня есть специальность парикмахера. Не знаю, нужно ли мне учиться на юриста. Мне осталось закончить 12-й, то есть как 11-й класс в вечерней школе. Я сомневаюсь каждый день. С другой стороны, есть моя мама, которая меня достала, несмотря на то, что я сбежала в другой город. В общем, ей плевать на меня не помогало никогда. У неё старость и одиночество приближается. У меня два варианта. Дать ребёнка в дом малютки на время пойти работать парикмахером, закончить институт юридический и никуда не отдавать ребёнка. И есть ещё с другой стороны бывший, который меня также преследует. Вопрос в том, дадут ли они, дадут ли мне эти люди доучиться. На месте, кстати, бесполезно они больные. Как АММЭ, такого мужика я и выбрал себе. Что я хочу, я хочу хорошо жить и обеспечивать себя сама. Я правда не знаю, что лучше нужен совет. Есть страх, что могу пожалеть зрелого возраста, кто не получил это образование. И есть же в районность того, что я не смогу его получить. Ну, НСД сегодня здесь, на мой взгляд, история больше про то, что вы себя чувствуете жертвой в этой ситуации. Вот, и как бы, как мне кажется, ведёт себя больше, знаете, как, ну, как такой вагненный свет, пожалуй. На мой взгляд, вам сложно принять решение именно по этой, собственно говоря, причине. Да, как, как бы, то есть, если вы не пытались сбежать, убежать от людей, про которых вы говорите, то, соответственно, вам бы решение, судя по всему, было бы принять проще. Вот, поэтому для начала я бы обратил ваше внимание, конечно, именно вот на то, чтобы выходить из поведения, из состояния жертвы, в котором вы сейчас, как мне кажется, находитесь. Вот, чтобы из этого состояния выйти, вам необходимо начать брать личную ответственность на себя за то, что с вами происходит, начать брать личную ответственность и начать, наверное, я бы сказал, вот, в какой-то степени поработать, да, с признанием, принятием того факта, что вы можете совершить ошибку, вот, с принятием и распределением того факта, что, ну, действительно, вы можете пожалеть, вот, и что, как бы, идеальных вариантов, как бы, нет и быть не может вообще, вот, потому что, ну, человек, он не знает, какой вариант, ему больше всего подходит, вот, поэтому я бы здесь обратил ваше внимание на то, к чему больше лежит ваша душа, да, то есть, с чего больше, к чему больше склоняется ваше сердце, сердце вот уже как-то, как-то, как-то в этом, в эту, в эту сторону, да, уже как-то вот, ну, двигался бы, именно в сторону того, чего вы хотите, вот, узнать, вот, то есть, условно говоря, если вы хотите получать на самом деле вещь образования, как вы говорите, вот, то вам, ну, очевидно, нужно это сделать, да, если вы действительно этого хотите, вот, и, соответственно, соответственно, если вы чувствуете, что хотите вы на самом деле не высшего образования, а чего-то другого, вот, ну, например, вы хотите больше, там, не знаю, допустим, зарабатывать вы хотите больше, да, и так далее, то здесь ситуация просто немножко другая, вот, здесь ситуация просто немножко иная, здесь ситуация просто такова, что вам, вот, нужно, на мой взгляд, ну, более, так скажем, четко понимать, в каком направлении вы хотите двигаться, с чего вы хотите вообще, вот, сейчас, мне кажется, вы этого не совсем чувствуете, потому что привыкли бороться, вот, ну, то есть, я имею в виду, да, вот, привыкли бороться, как бы с людьми, которые вас окружают, в частности, вот, избежали, там, от своей мамы, как вы говорите, вот, только момент в том, что бегство, как правило, не помогает, вот, поэтому, убегая вы не решаете свои проблемы, проблемы своей уверенности в себе, ну, и в целом, развивать доверие к себе самой очень важно, вот, вот, а в данном случае вы себе очень не доверяете и не признаете, что может ошибиться, ну, то есть, в данном случае, ошибка, это, в принципе, такая вполне нормальная, естественная история, вот, нужно просто лучше понять, что вы сейчас хотите, потому что образование может вам не дать того, с чего вы хотите, образование может не дать вам того, на что вы рассчитываете, вот, и в итоге, в итоге, в итоге, в итоге, все это будет весьма-весьма для вас печально, как мне кажется, вот, вот, чтобы такого не было, да, нужно вот разобраться в себе и выходить потихонечку из треугольного кармана, который вы сейчас находитесь, вот, ну, то, что касается треугольника кармана, вы можете сами посмотреть, вот, в интернете, это есть, в интернете есть это, то есть, ну, то есть, ну, есть, в интернете информация про треугольник кармана, вот, вот такой ответ я бы мог вам говорить сейчас сейчас, да. Еще немаловажный момент заключается в том, что психологи не дают советов, вот, и поэтому мы можем вас в какой-то степени только направлять, вот, туда, куда, куда вам хочется, вот, помогать вам исследовать, допустим, себя, если вы этого хотите, да, но мы не можем давать советов, потому что тогда получается, что, как будто бы мы берем ответственность уже за вас, а это не очень хорошо. Собственно, я думаю, что, вот, одна из причин, почему ваш мужчина, вот, так себя ведет, да, то есть, почему он, вот, словно говоря, вас достает и так далее, потому что когда-то вы пытались на него опираться и почувствовали, что вы можете от него нуждаться, можете от него зависеть, человек ведет себя сейчас именно так, вот, как будто вы, собственно говоря, от него, от него и зависит, вот, хотя это вообще может быть совершенно не так, да, но как бы уже поздно, да, ну вы сами понимаете, что с этим человеком скорее всего уже поздно, не так, вот, поэтому учитесь брать на себя ответственность, принимать вероятность ошибок, вот, и, поскольку у вас достаточно проблематичные, как мне показалось, отношения с, эм, мамой, вот, то есть, ну, вполне вероятно, да, что вы, вот, ну, можете быть травмированы, так скажем, вот, эм, то вам, возможно, имело бы смысл поработать именно с травмой для начала, проработать, эм, отношения со своей мамой, вот, а дальше, дальше уже смотреть, вот, эм, как бы, ну, вот, в направлении, так скажем, коррекции своего, своего поведения, вот, ну, и в целом, я, рекомендовал бы, эм, спроси, эм, ну, поспрашивать себя глобально, что вы хотите, то есть, вы говорите, что вы хотите жить хорошо, обеспечивать себя, вот, не защитите, пожалуйста, за, эм, какое-то, вот, сцепление к словам, но этого несколько мало, этого несколько недостаточно, вот, потому что, ну, ситуация, эм, ситуация такова, что, вот, эм, только определенная базовая история, но нет, у вас, получается, нет, эм, несколько более далеко идущих целей, далеко идущих планов, вот, вот, а вам, вам нужен мотив двигаться вперед, и, эм, как ни странно, это, это не ребенок, так как бы, то есть, это не может быть ребенок, вот, эм, идеально, если бы это было что-то, что, вот, вам, эм, ну, самой, вот, как-то, нравится, привлекает, эм, и, где вы чувствуете, что, ну, могли бы, вот, как-то, раскрыться, развернуться, вот, собирали завод, это же поможет вам, в построении, эм, ну, таких, качественных, гармоничных отношений с мужчинами, вот, чтобы, ну, вот, ситуация, да, не повторялась больше, например. Понимаете, да, о чем я говорю? Эм, на этом все, пожалуй, пожалуй, буду вам благодарен за работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, и обращайтесь за помощью. Спасибо!